Всем привет! Сегодня не будет оригинального приветствия и тому подобное. Сегодня у нас обзор на игру. На какую игру, я думаю вы уже и так поняли. Те кто со мной с самого первого видео на этом канале в курсе, что я говорю о игре под названием Привет сосед. По сути, эта игра традиция моего канала. А так как канала уже больше года, то почему бы не сделать обзор на эту игру. Ладно, что-то я затянул со вступлением. Начинаем! ДИНАМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ Анонс игры состоялся в августе 2015 года. Разрабатывала игру российская студия Динамик Пикселос и издаваемая компанией Тинни Байл. Первая предварительная версия игры была выпущена в сентябре 2016 года. Вторая альфа Привет сосед была выпущена вскоре после этого. Игра прошла в бета-фазу в августе 2017 года. Игру изначально планировали выпустить 29 августа 2017 года, но было объявлено, что ее выход был перенесен на 8 декабря 2017 года из-за технических проблем с движком игры. Самый первый трейлер игры вышел в августе 2015 года. В нем и был показан главный геймплей. В нем и первых четырех альфах была еще реалистичная графика. Хотя, вы и так об этом уже знаете. Однако, несколько моделей предметов так и не попали в финальную версию игры. В игре игрок оказывается в новом доме, напротив которого живет странный и подозрительный сосед и, похоже, он скрывает в своем подвале что-то пугающее. Задача игрока – проникнуть в дом соседа и собрать предметы, необходимые для разблокировки доступа к его подвалу. Когда игрок исследует дом соседа, он не должен быть замеченным, иначе он будет преследовать игрока и, вероятно, поймает его. Если игрок пойман, он будет отправлен обратно в свой дом и ему придется снова проникать в таинственный особняк. У игрока четыре слота инвентаря, предметы одного и того же типа не могут складываться вместе в одной ячейке. Дом соседа имеет огромное количество комнат, в каждой из которых есть предметы и устройства, так или иначе позволяющие пройти игру. В некоторых эпизодах это делает игру похожей на головоломку, при этом одно испытание в ней как бы вытекает из другого. Например, надо собрать определенные предметы в доме и положить их на полку в одной из комнат, чтобы получить доступ к генератору, отключить его, тем самым разморозив холодильник и л. Ижищу в нем карту. При этом один из предметов лежит в комнате, заполненной водой, и чтобы слить воду и открыть дверь, надо найти вентиль. И все это необходимо сделать так, чтобы игрока не поймал сосед. Также в игре часто присутствуют элементы паркура. В доме есть поистине необычные вещи, например, железная дорога, по которой можно пустить настоящий вагон и даже в нем прокатиться, двери, открывающиеся только ночью и многочисленные решатки, открываемые посредством переключателей. Эти моменты, а также сама структура дома наводят на мысль о том, что все это происходит во сне или воображении игрока. Также игрок может получать дополнительные способности, невидимость от соседа, двойной прыжок и т.д. Для их получения надо при помощи специальных ключей открывать мини-игры. Рекомендуется прокачивать данные способности, поскольку они понадобятся в финале игры. Игра делится на три акта. В первом акте главный герой, будучи еще ребенком, видит, что сосед запирает кого-то в подвале. Игрок довольно быстро туда пробирается, но в итоге сосед ловит его и запирает у себя. Начинается второй акт с увеличенным домом и усложненными заданиями. Тогда игрок находит ключ в доме и убегает. В течение акта можно видеть эпизоды гибели семьи соседа, смерть его жены в автокатастрофе и эпизод падения девочки с американских горок предположительно. Таким образом сын соседа столкнул свою сестру с крыши дома. Третий акт начинается, когда главный герой, будучи уже взрослым, получает записку о выселении. Он решает отправиться в дом, где прошло его детство. Приезжая, игрок видит сгоревший дом соседа, а спустя некоторое время у него начинаются галлюцинации. После прохождения третьего акта игрок попадает в финальную битву, комнату, в которой надо попасть в дом на спине огромного соседа, а для этого надо его повалить. Затем игрок попадает в комнату, где нужно защитить маленького себя от нападений тени, олицетворяющий страх. После того, как тень повержена, можно видеть соседа, запертого, в маленьком доме в большой белой комнате. После этого главный герой просыпается, смотрит на старую фотографию и приступает к разгрузке машины, во время этого процесса идут титры. А теперь мы подведем итоги. Игра явно достойна своих положительных отзывов. Раньше мне казалось, что они выпустят игру, все в нее поиграют и через пару дней забудут. После прохождения игры я не понимал, что вообще только что было. Но пройдя эту игру десятый раз, я начинал что-то понимать. Сейчас популярность игры слегка спадает, но разработчики не собираются сдаваться. Они сделали мультиплеер секрет соседа, игру High End and Sick, которая рассказывает о ранней жизни детей соседа, выпустили даже книгу. Так что мне кажется, что эпоха соседа еще не скоро придет к концу. Ладно, с вами был Васильич. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Всем удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok